Всем привет! С вами Екимов Игорь. Сегодня будем рассматривать пресс-клещи для металлопластовых труб CT1632S от компании CarTool. Они также подходят для обжимки PEX и PB труб. В видео я буду обжимать данными клещами PEX трубу и металлопластовую трубу диаметром 16 миллиметров и толщиной стенки 2 миллиметра. Эти размеры указаны на трубе. При покупке в магазине или на рынке стоит спрашивать, подходит ли данная труба под пресс-фитинги. Думаю, что главным критерием при выборе трубы пресс-фитингом являются размеры трубы и ее жесткость. Сам бренд CarTool широко известен в автоиндустрии и работает более 15 лет и завоевал хорошую известность среди владельцев автомастерских. Сейчас же бренд расширяет линейку своих продуктов и предлагает качественный строительный инструмент. Плещи поставляются в таком желтом кейсе, которым их удобно переносить с объекта на объект. В комплект входит пресс-форма TH. У нас в пресс-плещи вставлена пресс-форма на 16 миллиметров. Также есть пресс-формы на 20 миллиметров, 25 и 32 миллиметра. А также есть такой ключик для обслуживания инструмента. Обращаю внимание, что в кейсе ручка смещена в сторону центра тяжести. Тут продумано даже это. Судя по весу, производитель на металле не экономил, поэтому эти клещи будут служить долго. Сами ручки телескопические и разбегаются. Это позволяет увеличить рычаг и уменьшить прилагаемое усилие при сжатии ручек. Плещи имеют поворотную головку, что позволяет с помощью нее подлезть в труднодоступные места. Если вам интересны обзоры инструментов и приборов, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Есть же обжимные фитинги, чтобы зажать которые, нужны только два рожковых ключа. Зачем же тогда пресс-клещи покупать? Достоинством данного соединения является то, что его можно разобрать и недорогие инструменты для его сборки. Все остальное это недостатки. Первое, это большая трудоемкость данного соединения. Второе, производитель рекомендует периодически обслуживать данное соединение, подтягивая гайки. Поэтому, это соединение нельзя замуровывать и располагать его нужно в тех местах, где возможно обслуживание. Из своего опыта, я встречал протечки в таком соединении и не помогала даже замена одного фитинга на другой, так как сами трубы деформировались со временем. Мне помогала лишь или замена труб, или уплотнение льном. Если вам интересно, как работать с такими обжимными фитингами, то пишите об этом в комментариях, я сделаю отдельное видео. А это у нас пресс в фитинге. Давайте посмотрим, какие достоинства при монтаже с помощью пресс-фитингов. Во-первых, это высокая скорость работы. Один раз обжал, сделал контрольный обжим и соединение готово. Во-вторых, можно соединять трубы из различных материалов. Я буду соединять металлопластовую трубу и ПЭК с трубом. В-третьих, герметичность соединения обеспечивается с помощью двух уплотнительных колец и пластичностью материала фитинга. В-четвертых, система может быть изначально полностью собрана, а потом постепенно обжата. При этом исключаются механические напряжения и перекосы в трубах и соединениях. В-пятых, вероятность брака при таком соединении сведена к минимуму, так как обжим делается автоматическим инструментом. И в-шестых, это возможность делать соединения в стяжке и труднодоступных местах, так как данное соединение считается самым надежным. У меня есть два фитинга известной компании Валтек и китайской компании Тим. Перед тем, как делать соединения, надо проверить наличие у них уплотнительных колец и проверить качество сборки фитинга. Вот я беру Тимовский фитинг, снимаю, проверяю, что резинки на месте, проверяю гильзу, то что она в хорошем состоянии. Тут у нас тоже все нормально, ставим на место, также проверяем вторую сторону, также резинки на месте, гильза в хорошем состоянии. Собираем. Я буду делать соединение Тимовским фитингом, заодно посмотрим качество соединения. В одном из следующих роликов я буду делать опрессовку данного соединения с помощью опрессовщика CarTool давлением 8-9 атмосфер. Чтобы не пропустить данный тест, подпишитесь на канал и жмите колокольчик. Давайте для начала обожмем металлопластовую трубу. Ее нужно ровно обрезать. Берем ножницы и ровно обрезаем. Следующее, что мы должны сделать, это откалибровать трубу. Берем и так калибруем. При этом калибруется размер, снимается фаска с трубы. Это нам нужно, чтобы при установке фитинга мы не повредили уплотнительные кольца. Берем трубу. Вставляем. Следим, чтобы труба была видна в этом отверстии. И теперь можем обжимать. Раздвигаем ручки. Удлиняем ручки. Отщелкиваем. Обращаю внимание, что тут есть пазы. Нужно устанавливать фитинг, чтобы он стоял таким образом. Вот установили и сжимаем. Обращаю внимание, в этих двух местах может обжаться не очень качественно. Поэтому чуть-чуть проворачиваю фитинг и обжимаем еще раз. Вот я провернул. Я обжимаю еще раз. Это контрольный. Обращаю внимание, чтобы повернуть головку и разжать ее, нужно, чтобы ручки были раскрыты. В результате у нас получилось вот такое соединение. Теперь давайте повторим весь процесс для ПЭКС трубы. Тоже ровно подрезаем ее. Калибруем. Обращаю внимание, что калибровать трубу ПЭКС нужно непосредственно перед обжимкой. Если обжимку сделать через некоторое время после калибровки, то труба может сжаться и повредятся уплотнительные кольца. Вставляем трубу, чтобы она показалась в данных окошках. Вставляем фитинг в плечи и сейчас сжимаем. Вот сжали. Сейчас чуть-чуть провернем фитинг и сожмем еще раз. Сжимаем фитинг еще раз. Вот само соединение. Надежность этого соединения буду проверять в одном из следующих видео. давлением 8-9 атмосфер. Подписывайтесь на канал, чтобы этот тест не пропустить. В следующих видео мы еще сделаем опрессовку с помощью гидравлических пресс-клещей. И сравним удобство использования гидравлических пресс-клещей и ручных. Общее впечатление о пресс-клещах карту и таком способе соединения. Данное соединение лучше использовать во всех местах, кроме тех мест, где возможна модификация систем водоснабжения и отопления. Данные пресс-клещи подойдут для небольших объемов работ, так как требуют определенных физических усилий. А также длинные ручки ограничивают возможности использования данных клещей. Но это можно парировать, если собирать часть системы вместе отличным от места их непосредственной установки. Данные клещи хороши там, где ими будут пользоваться не часто. Они хороши для частого домовладельца, который сам обслуживает свои системы водоснабжения и отопления. Или у домашнего мастера, который периодически сталкивается с сантехникой. Если же вы занимаетесь сантехникой профессионально, то вам лучше использовать гидравлические клещи. Обзор по ним будет в следующем ролике. Если у вас остались вопросы по данным пресс-клещам, оставляйте их в комментариях. Если у вас есть опыт работы с подобными пресс-клещами, то также поделитесь им в описании. Ссылку на сайт, где я заказывал данные пресс-клещи, я оставил в описании. Поделитесь видео с теми, кому данная информация актуальна. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.